Привет, дорогие друзья! Рад снова быть в эфире с вами. Недавно, я верю, я увидел такое, знаете, быстрое, короткое, но ясное и четкое видение. Видение в духе, которым хочу поделиться и которое немножко хочу объяснить. Я видел супермаркет. Супермаркет, он немножко отличался от стандартных физических супермаркетов. Я увидел очень много полок, я увидел очень много разного рода продукции в этом супермаркете. И он был разделен на определенные отделы. И каждый отдел этого супермаркета курировался определенной личностью. Эти личности выглядели как подобие людей, но я осознал сразу, что это не были люди, это были демоны, это были бесы. И главный этого супермаркета был дьявол. Продукция предлагалась разнообразная. Продукция. Очень привлекательная. Многие коробки и многие обертки. Многие обертки. И вообще в общем продукция была такая притягательная. Она что-то имела в себе, что привлекало глаз. И эта продукция, это продукция дерева познания добра и зла. Эта продукция, которая не есть Божья, понятно. Но которая тем не менее имеет определенное внимание. Ранее я увидел много людей, которые посещают этот супермаркет. Довольно много. И когда я понял, что эти люди, которые специфически посещают супермаркет, это не неверующие люди. Неверующие люди и так под властью дьявола конкретно. Это были верующие люди. Когда я подошел ко входу в это супермаркет, я увидел стандартную фразу. Добро пожаловать и день открытых дверей. И на входе было много цветов, было много интересных таких, опять-таки, вещей, таких голографических образов разных, которые привлекали людей. Я понял, что такого рода супермаркет, это специфически для верующих, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. И некоторые верующие тусовались там. Они брали некоторую продукцию с полок, смотрели, она им нравилась, и они складывали это себе в корзины. Некоторые люди в этом супермаркете, смотря на эту продукцию, сомневались и потом уходили, не принимая ее. Некоторые пытались читать, что написано на упаковке конкретно, но конкретно ничего они не могли прочитать. Я увидел, что как только люди берут определенную продукцию с этой полки, и как только они прикасаются к ней. Из этого продукта начинает выходить тьма. И эта тьма начинает входить в руки, которые прикасались к этой продукции, и на разум. И в результате человек как бы вот одевался, вот типа вот во что-то такое, но это была как такая тьма. И я довольно, ну, довольно серьезно удивился. Некоторые христиане общались с представителями того или иного отдела. Я услышал, как один представитель одного из отделов сказал, «Доверять надо своим инстинктам». Учитесь доверять своим инстинктам. Другой говорил, «На Бога надейся, а сам не плашай, разве ты этого не знал?» Но интересно, что самое большое скопление людей было в одном месте, где была разного рода литература, подобие книг. И представитель этого отдела, он выглядел как такой зловещий профессор. Но я видел его как зловещим, но я видел, что другие не видят его как зловещего профессора. Со всех сторон к нему летели вопросы. И он, по возможности, отвечал на эти вопросы. Когда я спросил Господа, что это за дух, я верю, он сказал мне, это дух ведения. Это гноузис, так называемое знание. Но это ложное знание. Это знание, которое исходит от дерева, познание добра и зла. В этом знании было много добра. В этом знании было много хорошего. Но и также была примесь злого. Это знание, оно было ядовитым и зловонным. Но люди принимали этого. Люди принимали это. То, что я услышал, как этот дух говорил. И он отговаривал людей доверять Слову Божьему. Первое, то, что он сказал, что Слово Божье, Библия, различного рода переводы Библии, они сейчас далеки от оригинала. И они относительны. Истолкование Библии, он говорил, относительно. Он также говорил, что в Библии есть ошибки. Он также говорил, что нельзя доверять никаким переводам. То есть открыто, конкретно шла определенная пропаганда. В своей жизни я встречался и пересекался со многими христианами, которые обольстились этой ложью врага. И вы знаете, Эйнштейн имел такую теорию относительности. И здесь это такое вот, также было заблуждение относительно относительности. И я посмотрел, как некоторые люди, а соответственно христиане, начали активно поддерживать то, что говорил этот дух лжезнания. И они уже приняли ложь. Эта ложь уже активизировалась. Этот яд начал ходить по их системе. И даже те люди в толпе, которые были не согласны, они уже как бы затыкали и закрывали им рот. И пытались говорить эту ложь, подкрепляя и содействуя, и взаимодействуя с этим духом лжи. Для меня это удивило. И вдруг я почувствовал вокруг себя присутствие Божье. И я осознал, что Дух Святой, Он был со мною, и Он был вокруг меня. И я понял, что я видел эти вещи, которые, может, и другие не замечали, посредством Духа Божьего. И яркий, яркий, яркий свет исходил от Духа Божьего. Яркие, но мягкие лучи. И я просто осознал, что вот Он истинный свет. Что вот Он Дух истины. Дух истины, который ведет нас во всякую истину. Но там я видел действия Духа лжи и заблуждения. Я увидел что-то в руках, как бы в руках у Духа Святого. И когда я спросил, Он показал мне подобие книги. Она выглядела очень интересно. Она выглядела, как большой куб. Но Дух Святой мог что-то делать с кубом. И из этого куба выходили различные слова. И я мог узнавать различные места Писания, которые как бы проецировались из этого куба. И когда я спросил, что это, я верю, Он сказал мне, это совершенное Слово Божье. Семь раз очищенное и переплавленное. Оно чисто. И оно достойно доверия. И то, что я также услышал, это то, что Бог сказал Иеремии. Ибо я бодрствую над Словом Своим, чтобы оно исполнилось. Я превознес Слово Своё превыше всякого имени Своего. Я понял, что у Бога особое отношение со Своим Словом. Ибо Он есть Слово. И у Бога особое отношение со Своим Духом. Ибо Он также есть Дух. Его Дух совершен. И Его Слово совершенна. И они разделяют это совершенство. Я понял, что нет оснований волноваться и переживать, что определенное об определенных неточностях, которые есть в тех или иных переводах. Потому что Дух Святой, который вдохновлял это Слово, Он держал это Слово в своих руках. Слово Божье, может, и проходило руки людей, но оно никогда не было в руках людей. Оно всегда оставалось под главенством, контролем и скурпулезным исследованием Духа Божьего. И я понял, что Дух Божий отвечает за Слово Божье. Здесь я хочу сказать несколько вещей по поводу переводов. Некоторые люди, они говорят, что они нашли настоящий перевод, и остальные переводы ложные. Для того, чтобы знать оригинал, надо изучать и знать язык оригинала. При этом не только язык оригинала, но нужно знать Бога этого оригинала. Что я имею в виду? Любой из переводов, он может где-то и что-то упустить. И где-то, и что-то, где-то вот отметить или поставить ударение на чем-то не том. Но это не делает этот перевод лживым. Потому что Бог все еще бодрствует. Бог не только бодрствует над переводами. Бог бодрствует над Словом Своим. И Он не позволит никому, нигде и никогда чтобы Его Слово было извращено. Дмитрий, а возможно ли какие-то извращения? Ребята, извратить Слово может любой человек имея самый оригинальный из всех оригинальных переводов. Это совсем не значит, что если вам в руки попал супероригинал, вы будете теперь знать Слово, ходить в Слове и ходить в истине. Многие люди в свое время не знали никаких других переводов, как только синодальный перевод. Я возрастал в 90-х на синодальном переводе. Разные другие переводы пришли позже. И что? Сейчас у меня появилась возможность исследовать разные переводы, потому что я учу Слово. И можете верить мне, можете не, нет. У меня есть некоторые переводы, которые, ну, того же Нового Завета, которые вот просто вам, ребята, и не снились. Что я имею в виду? что арамейский, иврит, и все эти вещи. Притом я изучаю иврит, и я изучаю греческий. И если даже вот возлюбленное я могу вам показать, вот там вот, 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 видите, вот полочка, вот, вот она полочка, друзья мои. И вот это все, и здесь полно разного рода переводов. и даже вот вот здесь полно разного рода переводов, друзья мои возлюбленные. Помимо того, что у меня есть на мобилке и так далее. Я изучаю их не для того, чтобы опровергнуть один перевод или выделить один перевод за счет другого как более оригинальный. Но для того, чтобы углубиться и для того, чтобы снять всю палитру, всю красоту. Потому что некоторые переводы, есть один перевод, который снял поэтическую сторону Слова Божья. Потому что Слово Божье имеет определенную поэтическую сторону. Особенно песня песней, книги, притчи и псалмы. И именно это окрасило этот перевод в определенный цвет, в определенные тона. Это не значит, что я выбросил другие переводы. Я продолжаю пользоваться переводом синодальным. И я доволен. Я доволен любым переводом. У меня их множество, но я не ищу самого такого, знаете, оригинального из оригинальных. И как только ты найдешь его, и как только ты его возьмешь в руки, вот он истинный оригинал. Молнии сразу пойдут. Знаете, открываешь и такой свет, и все изменится. Нет. Можно иметь абсолютный оригинал и не иметь слова действующего, живого, работающего внутри человека. Можно собрать все оригиналы, все разные переводы и изучать, и штудировать, и жизнь не изменится. Можно иметь всего лишь один перевод, и познавая Господа и взаимодействуя с Его Словом, можно углубляться, обогащаться. Нам нужен какой бы перевод у кого бы не был. Мы нуждаемся в авторе этого Слова, в Духе Святом, в Духе Истины, который введет нас во всякую истину, в том числе и истину Слова Божьего. Без Духа Святого это невозможно. Поэтому есть некоторые, например, современные переводы, которые говорят, что они от дьявола, потому что они не соответствуют тем или иным принципам. Но те люди, которые говорят, что они не соответствуют, на основании чего и кого они судят, они что, великие специалисты или теологи десятого ранга? Они просто пользовались определенным переводом или переводами в свое время. Вошли во вкус, это им понравилось, они привыкли и когда они увидели что-то переведено более другим каким-то вот образом, хотя смысл при этом не потерялся. Они отвергли этот перевод и сказали от дьявола. То есть они опять-таки сравнивают на основании своего узкого познания того или иного перевода и делают себя судьями, решающими какой перевод правильный, какой неправильный. Дело не в этом. Опасность не в каком-то переводе, а опасность в том, что эти люди потом начинают верить, что Слово Божье относительно, оно уже не несет того смысла, той смысловой нагрузки, той глубины, которая была раньше, потому что все эти переводы относительны. И таким образом через это люди попадают в заблуждение. Не через изучение определенного перевода, а через слышание духа заблуждения и лжи, который уговорил их верить таким образом. И некоторые вообще перестают изучать Слово Божье, перестают изучать Библию. Есть те, которые считают, что они настолько развили свое взаимоотношение с Духом Святым, что они только взаимодействуют непосредственно со Святым Духом, и им уже не нужна Библия. Они считают, что Слово Божье это молоко для детей, которое в свое время, которым в свое время они питались и принимали, но теперь Слово Божье исполнило свою функцию. И они говорят, что теперь нам Библия не нужна, ибо непосредственно мы взаимодействуем со Святым Духом. Интересно, что они отбросили Слово и взаимодействуют с каким-то интересным Духом, который поддерживает это. Хотя на самом деле Слово и Дух они едины и они взаимопроникают в друг друга, взаимодействуют с друг другом и всегда будут опираться друг на друга и всегда будут находиться в перетекании единства. Дух Святой будет вести в Слово и Слово будет открываться Духом Святым. Они работают вместе как одно целое. Поэтому интересно, какой это такой Дух, который они называют Святой Дух, который поддерживает их заблуждение, что Слово Божье не нужно и тем более оно все равно искажено, извращено и есть христиане, которые попались на эту удочку и которые начитались, что кто-то сказал им, что есть ошибки в Библии, ошибки в Слове Божьем, несовпадения и они приняли это и поняли, ну зачем тогда это нужно. Тот, кто видит в Божьем Слове ошибки и извращения, имеет извращение внутри себя. Этот человек он извращен сам. Слово, которое Бог превознес превыше всякого своего имени, оно не имеет недостатков, ошибок и извращений. Оно вдохновлено Духом и Бог следит за своим Словом. Поэтому тот, кто усматривает недостатки в Слове, имеет извращенный разум, извращенное понимание и мышление Слова, на основании которого он трактует то или иное действие и не видит определенных сокрытых вещей, потому что когда мы купили Библию, мы не купили Слово, мы купили информацию, мы купили написанное, напечатанное Слово Божье, но сколько в нем еще сокрыто, чего мы не знаем, а люди думают уже все, оно им не нужно, они уже постигли и стали адептами и имеют взаимоотношения. У стойки, где была куча людей, в другой стойке, где Дух говорил доверяй своим инстинктам, то есть другими словами уповай на свои переживания. Есть ли критерий, есть ли стандарт, на основании которого мы можем посмотреть, получил ли кто реальные переживания от Бога, или просто это плод его извращенного воображения, или он в один духом лжи и заблуждения. На основании чего мы проверим? На основании внутреннего свидетельства, что это так, извините, мое внутреннее свидетельство не настолько совершенно, не настолько четко и отточено, как Слово Божье. Я сам нуждаюсь, как и все другие, в продолжительном очищении и освящении от Слова Божьего и от Духа Божьего. Я не могу полагаться на свое внутреннее чувствование, потому что иногда они подводят. Ни у кого внутренние чувствования и духовные инстинкты не развиты настолько, чтобы им можно было доверять на том уровне, на котором ты доверяешь Слову Божьему и уповать на это. Поэтому люди ставят в пример свои переживания, их учения не основаны на Слове, а проистекают из их переживаний, которые они получили. Мы все должны иметь духовные переживания, но наши духовные переживания должны всего лишь быть дополнением. Не то, что Слово Божье нужно дополнять, а как бы результатом, результативности вот этого Слова. Мы не дополняем Слово, Слово уже дополнено и преисполнено. Оно совершенно. Но наши истинные духовные переживания Духа Божьего будут подтверждаться этим же словом. Остерегайтесь учить и слушать учения, основанные на ваших собственных переживаниях. Бог не превознес ваши переживания, которые иногда люди превозносят. Бог превознес Слово. И Слово Его, оно все еще находится в этом превознесенном над всем состоянии. Это говорит о том, что сам Бог почитает свое Слово, и сам Бог руководится своим Словом. И на основании Слова мы имеем взаимоотношения с Ним. Поэтому, к сожалению, много личностей христиан попало в этот супермаркет дьявола. и попали под определенные заблуждения. Мой друг Юрий Кузьмин он несколько раз говорил мне, что когда он разговаривал с некоторыми людьми и они доказывали и отстаивали свои переживания, он опирался на определенное местописание или местописание, которые не зависят от того, кто как истолковывает даже, которые ясно, четко и конкретно говорят то, что говорят. Знаете, есть им то, что есть им. И несмотря на то, что люди говорили ну и что? И люди начали доверять и полагаться на свой разум и на свое собственное понимание и начали проглатывать плоды от дерева познания добра и зла. Опасно вкушать плод этого дерева, потому что этот плод имеет семя и это дерево прорастает внутри. И очень тяжело питаться от дерева жизни, имея дерево познания добра и зла внутри себя. Это становится духовной шизофренией, когда человек раздваивается и перестает быть целостным. и когда целостность человека уходит, он начинает духовно деградировать. Он начинает тяготеть к вещам, которые не есть от Бога. Я также видел в этом видении, как там был отдельный столик и люди давали свои данные определенному духу, который фиксировал их. И я понял, что таким образом они подписывают определенные контракты, что через это к ним как бы ежедневно, еженедельно и ежемесячно будет приходить знаете как определенная информация. они подписались, что на регулярной основе теперь что-то начнет течь. И интересно, что на этом контракте большими буквами я увидел написано учение Христова, Христа, это было видно всем. Но то, что было не видно всем, это слово анти перед словом Христова. Это было учение анти Христова. Анти Христа. Но они принимали это как учение Христова. Хотя сам Иоанн по-моему в первом послании или в каком послании послании своем он говорил, я хочу по-любому это по-любому зачитать. Потому что не планировал, но думаю все равно зачитаю. это Иоанна Богослова второе соборное послание. Всякий приступающий учение Христова и не пребывающий в нем. Что такое учение Христова? Это когда учит Христос. Христос помазанник. Это учение которое исходит от Духа Христова. не пребывающий в нем не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца и Сына. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Ибо приветствующий его участвует в злых делах. Друзья мои, довольно отрезляющее послание. Это то, что в видении я увидел. Потом я оказался в конце этого видения у входа. Я увидел радостные лица людей. Это была ложная радость. Они выходили из этого супермаркета обвешанные покупками. с кучами овосик и радостные и веселые. По выгодной для них цене они купили что-то, но это оценил для них дьявол. они выходили с радостью, что так дешево обошлось им то, что им понравилось и то, что они увидели в этом супермаркете. и они вышли в этом ореоле обольщения. Есть ли выход для них? Конечно же есть. Кто из нас когда-либо не имел проблему с чем-то, что мы делали неправильно, понимали неправильно, говорили, и потом Дух Святой, Бог Духом Святым прокорректировал нас. Поэтому Господь способен освободить от всякой лжи и от всякого заблуждения. Наш Отец это Бог Истины, который дал нам Духа Истины. Наш Отец не Отец лжи, кто из дьявола. Чем больше человек верит в ложь, тем больше он подвержен влиянию Отца лжи. Чем больше и глубже он укореняется в ложь, тем больше он контролируем Отцом лжи. Он становится ложным сыном, который ищет аудиенции с ложным Отцом. Что же делать? Как нам быть? То ли быть, то ли не быть? Посоветуй, Дмитрий, брат. И тогда я буду рад. Шучу. Какой можно совет дать? Знаете, закончу одним свидетельством, которое было довольно давно. Как-то одно место, где я служил и проповедовал, посетил буддист. И я начал разговаривать с ним. Он начал говорить о Будде, но он был не только буддист, но он также индуизмом занимался. И я говорил об Иисусе Христе. И во время общения в конце концов, он говорит, слушай, мне уже все эти боги, я уже запутался. Какой истинный бог? Какой ложный? Что мне делать? Ты вот мне сейчас своего бога предлагаешь. Я открыл место писания, где написано о духе истине, который ведет вас в истину. Я сказал, вот смотри, есть дух истины. Он также бог. Он есть дух истины. Давай мы с тобой помолимся и попросим, чтобы бог дал тебе и наполнил тебя духом истины. истины. Чтобы этот дух показал тебе, кто есть истинный бог, где на самом деле истина и что есть истина, и кто есть истина. И чтобы этот дух истины помог тебе освободиться от всякой лжи. И он сказал, давай попробуем. И мы помолились с ним вместе. То же самое я могу посоветовать тем, кто запутался или каким-то образом вы осознали, что вы могли быть теми, кто был в этом супермаркете и нахватались. Дух истины пусть откроет наши глаза, наши сердца для истины, чтобы своей истины он озарил нас, осеял нас и пропитал нас, чтобы выявил Дух истины всякую ложь и заблуждение, которое не от Него и чтобы освободил нас от этой лжи и заблуждения, чтобы мы могли видеть все в Духе истины, в Его истинном свете и ходили в истине. С Господом дорогие. Аминь.